Всем привет, с вами Нелев Горн, это игра BZG и с новыми блоками, а именно с новыми колесами и с новыми вот этим вот балл, джоинт. Блин, надо перестраивать мою задумку, то есть задумка в чем это бронепоезд, и я буду перестраивать, буду перестраивать механизм, но я решил этому посвятить целую серию. То есть, все равно, мне кажется, и многим будет интересно, как конкретно это построить, потому что, может быть, построить и просто, как бы, ну, свое что-то. Ну, конечно же, я поделюсь сохранением. Ну, ладно, поехали. Так, во-первых, вообще я задумался сначала о подвеске, то есть, какая она будет и как у меня будут стоять колеса. Но, чтобы это все было намного интереснее, я решил, что колеса будут не просто такие, ну, как понятно, что они большие, функциональные, это все круто, но не просто, как бы, колеса, а именно будут стоять на поршнях, то есть, на пистонах. В данном случае, для чего? Для того, чтобы я смог... То есть, задумка какая? Изначально, когда будет вся конструкция ставиться, когда я буду появляться, то есть, нажимать на пробел, я буду вставать на броню, то есть, на боковые бронелисты, которыми будет закрыто все пространство вокруг. Зачем это? Для того, чтобы, когда бронепоезд будет двигаться куда-то, ну, на точку дислокации, так скажем, да, то есть, он будет состоять из двух, из трех вагонов, ну, скорее всего, из трех, потому что три это более интереснее, мне кажется. То, когда он там будет вставать и разворачивать свои орудия или как-нибудь там, или что-нибудь в этом роде, то есть, он будет оседать вот на эту броню, на эту платформу и будет неподвижен, то есть, он не будет дергаться, он не будет шевелиться, это, наверное, очень круто. Когда будет передвигаться, он будет приподниматься и дальше начинать двигаться. Это, мне кажется, это хорошая идея и это вполне ощутимо, ну, можно исполнить вполне с этими колесами, как раз-таки они большие. То есть это вполне можно сделать И поэтому будет у меня Такая юбка В начале, наверное Ну, именно юбкой, наверное, это лучше будет Правильнее всего назвать Потому что по-другому как-то Не знаю даже Единственное, что мне вот жалко, что здесь этого нет Но я надеюсь, это появится, что вот когда вот мы Сделаем, да, какую-то вещь С одной стороны вот нашего аппарата То есть вот, грубо говоря, центр Можно было бы нажимать кнопочку какую-нибудь Типа зеркало, что То, что я делаю на одной стороне, то и Проецируется на другой, то есть Делается точно такое же, то же самое Например, тут же бы сейчас собирался вот так вот Это было бы намного облегчило То есть многие моменты Постройки, потому что На одно и то же часто приходится тратить Очень много времени Так, вот здесь вот я не знаю, стоит ли Нет Я на самом деле, я проверял, что колеса Они в принципе нормально двигаются То есть здесь не мешает вот это вот соединение И вы заметили, что я убрал верхние блоки Здесь мы соединим скобами Потому что этот баг, не баг, я не знаю честно Либо это именно так у них и задумалось, что так и должно быть То есть они вот это не убирали И вполне вот можно этим пользоваться То есть вот так вот соединять Между собой приспособление Ну, к примеру, то есть видите Они спокойно теперь стоят и Спокойно функционируют Ну, теперь давайте настроим колеса Потому что колеса, мне кажется Все-таки нужно в самом начале настроить Потому что Потом вы просто будете копировать и все То есть Если кто не знает, как копировать Или как это делается То есть вот мы настроили одно колесо Жмем Ctrl-C Закрываем Открываем другое колесо Жмем Ctrl-V И видите, настройки сразу все перешли Также мы с пистонами поступим То есть Назначим им всем одну кнопку И сразу, чтобы они Ну, сразу выдвигались И держались на этом уровне То есть на выдвижении То есть исключительно по кнопке Они складывались и раскладывались Так Так, проверяем Так, так, есть Проверяем движение Это потому что Я здесь вот не нажал F И не развернул Вот так вот Вот, теперь все Назад Вперед тележечка наша ездит Так, единственное, что я вижу Что Она Нет, мне показалось Проверяем подъем Все То есть Платформа приподнимается Единственное, даже можно В принципе Кстати, я вот, видите Сделал так, чтобы приподнял Даже немножечко Всю платформу Можно было бы Сразу изначально Не приподнимать На один блок А Опустить Но это в принципе Несущественно Это даже, наверное Так, ладно И дальше Дальше Здесь еще одно колесо будет И Суть в том, что Как бы это правильно-то сказать Я лично хочу, чтобы Вот эта часть Которую вот дальше Я сейчас поведу Она была подвижной То есть Именно Чтобы она Могла двигаться Вверх и вниз То есть При Передвижении Ну вот Моего этого устройства Моего бронепоезда Передняя часть А может быть И другие вагоны Посмотрим Как там получится Посмотрим Как это все будет Реализовано Так Что-то Я сбился То есть Чтобы передняя часть Как минимум Заезжала нормально Наверх И опускалась вниз Если надо То есть Нормально Двигалась Вверх и вниз Для того, чтобы Вот центральные колеса Не висли в воздухе И не буксовали Грубо говоря Не гребли Просто в воздух Для этого я И попытаюсь сделать так Чтобы передняя часть Опускалась Или поднималась В данном случае Я не делаю Какую-то машину Такую проходческую Чтоб у нее задача была Именно пройти Какие-то Препятствия Нет Я именно делаю Чтоб вот Приподнималась Поэтому Я ставлю Именно пружины А не Вот эти Слайдеры Наверное Не знаю Нужно Не нужно Объяснять Зачем Почему слайдеры Ну слайдеры Они именно Были выгодны При Преодоление Высоких препятствий То есть Заехать куда-то Спуститься Откуда Вот Именно для этого И слайдеры Мне кажется Можно использовать Вполне А здесь Я считаю Именно Вот так вот Нужно делать Здесь бы слайдеры Перемешали Ну ладно Это мое мнение Так что Вполне Можете его Оспаривать Как бы Но Так сказать Своим же мнением Так И сразу Перенастроим Пистоны Быстренько Как видите Очень удобно По крайней мере Не нужно Каждый Пистон Настраивать Как-то там Вручную Так Теперь это вот Все убираем Вот так вот Убираем И Ну что ж Я даже не знаю С чего начать Там Нужно соединение Нам нужно соединение Так вот Здесь давайте Немножечко Вот так вот Сделаем Здесь уберем Поставим Вот так Вот А здесь Вот так Вот так И вот Так вот Здесь это убираем Так Все Вот это все лишнее То есть Все понятно Так Все эта часть Работает Так И теперь Вот здесь Соединение Вверх Вниз Так Даже не знаю Даже не знаю С чего начать Но давайте Попробуем Как-нибудь Вот так Вот Хм Именно Именно Вот так Вот Надо Мне так Кажется Так Будет Проще Хотя Кто знает Какая разница В принципе Да Ну нет Мне кажется Вот это Именно Именно Центральная Часть Она должна Быть Твердой То есть Почему Вот так Вот Не сделано Потому что Вот это Вот Ну вот В пружине Ну вот Это Суспенсион Ну пружина Вот этот Блок Он Как бы Ровно Прицепился Даже Вот вы можете Видеть Не приседает А если Я сейчас Вот Видите А вот Эта часть Она ходит Влево Ну как бы Назад И вперед То есть Она именно Приседает Вбок Ну в блок Точнее И выходит Из него На какое-то Расстояние И тем самым Как бы Ну пружиной Работает Более сильное Натяжение Там уже Да Сама пружина Начинает Работать А вот здесь Именно это Такое Ну легкое Движение Так Но При этом При всем Это конечно Мало Потому что Этот блок Он же Лево и вправо Крутится Так что Мне еще Нужно Закрепиться А закрепимся Мы наверное Примерно Как-нибудь Вот так Вот попробуем Так К примеру Давайте Вот так Вот попробуем А здесь Вот мы Поставим Слайдеры Давайте-ка В чем Мысль Когда тележка Будет подниматься Наверх Слайдеры Будут Раздвигаться Немножечко Когда она Будет Опускаться Вниз Здесь Будет Раздвигаться Пружина Хотя В принципе И внизу Можно было бы Пружину Поставить Но Тогда Жесткость Конструкции Потеряется То есть В данном Случае Жесткость Составляет Вот эти Два Блока Но хотя Можно было бы Пружины Просто поменять Местами А нет Если бы я Сделал Если бы я Сделал То есть Поставил бы Вот Балджоинт Вот эти С этой стороны И в ту сторону Они бы смотрели То Не получилось Мне кажется Давайте попробуем Протестим Так Почему-то Один Присоединился А второй Не присоединился Странно Переставляем Ну вот Вот Что я могу С этим сделать Если оно Не работает Как оно Задумывается Вот Здесь главное Вот смотрите Здесь соединился Здесь Не хочет соединяться Давайте Я не знаю Развернем Вот Все Так Проверяем Проблема Проблема Есть Присутствует Проблема Так Эту проблему Можно решить Мне кажется Так Я смотрю Почему-то Вот это колесо Не хочет Двигаться Нормально Почему Или вот Это ТГ Все Все Правильно А Все Я понял Почему Потому что Здесь я его Не развернул Так Вот Вот смотрите Сразу Все нормально То есть Все нормально Получилось То есть Именно Колесо Здесь мешало Так Проверяем Так Если мы Вперед Назад Резко Делаем Ну От инерции Приподнимается Ладно Ну что ж Все понимают Да Систему Поворотов То есть Я Настроил Что Эти колеса Отвечают Ну За эти колеса Отвечают Отдельные две кнопки За эти отвечают Другие две кнопки То есть В данном случае Здесь Ну вот ТГ Кнопка А здесь УАЖ То есть В принципе Можно все Посмотреть Так Кстати Так Все работает А И Когда нужно Я могу разворачивать Назад немножко давать То есть Единственное Что нужно привыкать Вот Вот Что я добивался То есть Смотрите В данном случае Если бы здесь Я не строил Никакого Механизма То Центральные колеса Они просто висели В воздухе И видите Поршни работают То есть Слайдеры работают Так Дальше Отлично Просто Идеально Просто идеальный угол То есть Понимаете Что в данном случае В данном случае Блин Это просто Это шикарно Вот ребятки Вот честно Это просто шикарно Вообще Шикарно Выглядит Ну конечно Вот на большой скорости Когда Мы спускаемся Нижние Эти слайдеры Они раздвигаются Это ладно Это логично В принципе Нужно еще Потесить В принципе Попробовать Блин Классно выглядит Мне очень нравится Ну-ка Ребятки Да это просто Шикарно Я не знаю Как вам Но мне очень нравится А вот это Еще круче Это просто Я Рессоры Создал Какие-то Но это все Благодаря Вот этим блоком Вот этим вот Потому что Благодаря им Конечно же Теперь Можно вот Влево Вправо Вертеть И Я говорил об этом Тысячу раз Так Ну вот конечно Такую высоту Я уже не смогу Преодолеть Очень Мне очень нравится Что у меня получилось Ой-ой-ой Ну вот Ааа Все Ну здесь видите Не соединено Скобами не соединено Понятно Разрыв произошел Моментально Так Я не знаю почему Но почему-то Отсоединяется Вот здесь Вот эта часть Поэтому давайте Ее соединяем Скобами Это мне не нравится То что вот То ли от удара То ли еще От чего-то А А если я так Соединю То А Все правильно Да Все правильно Вот теперь Так Блин Опять не те кнопки Честно Жму не те кнопки Думаешь Что происходит Так Что-то Как будто бы не топа Или нет Или все нормально Почему развернуло Почему развернуло Было же нормально все А это такое временно Наверное А ну да Я же под углом заезжал Поэтому я развернул Господи Все правильно Блин Ребятки Мне очень нравится Что у меня получилось То есть Сейчас есть Вариант Вот в принципе Один вагон готов То есть мы Обшиваем его досками Ну как бы Обшиваем его Таким Каркасом Притом Каркас не должен Соединяться Ну С передней частью Максимум Да он вообще Мне какой-то прям Очень дерзкий Получился Самое главное Блин Мне нравится Что оно под углом Даже вот заезжает То есть понимаете А если даже Вот так вот Разворачивается То я вполне могу Ну От гусеничного Вот этого момента Я могу поворачивать Переднюю часть Блин Очень отлично А пружина не дает Разъехаться Настолько Чтобы ну Как бы Потерять управление На все 100% Блин Мне очень нравится Как это все выглядит И как она Этот Движется Просто уже сразу Хочется какие-то горы Честно говоря Ну Это конечно уже Чересчур Прям шикарно Знаете Что мы сейчас Мне прям хочется В одну миссию Зайти Посмотреть Так Вот с овечками Там очень По-моему Сейчас Да С овечками И здесь вот Есть эти горы Которые очень приятные Ну и плюс Сами Сами овцы Конечно Их подавить Тоже приятненько Посмотрим Как вот здесь Она покажет Большие колеса Как раз таки Ну Я даже не сомневался Что Передняя часть Просто Моментально Заедет Единственное Что вот здесь Конечно уже Немножко сложнее Управлять Потому что Она вот Хотя Хотя нет Блин Да как нифиг делать Заехала По-моему Даже Это Это еще Круче Чем То что Я создавал До этого Но Здесь круче Только из-за того Что здесь Просто большие Колеса Но Но все равно Мне кажется Это намного Круче Выглядит То есть Я боюсь Если я Ну Я думал Ставить ли мне Сзади Вот здесь Немножко Поломка Видно Это Кстати Нехорошо Странная Поломка Почему так произошло Отлетела Скоба Странно Я Честно Я Ну все Развалилось Все Все Странно Почему Отлетела Скоба Ну давайте Еще Соединим В принципе Скоб Наставить Можно Очень Много Но Я бы Не хотел Чтоб У меня Там Рвалось Из Непонятно Чего Главное Может я Конечно Удар Получил И поэтому Он так Произошло Ну Еще раз Не Очень Транспорт Себе Ведет Конечно Ну вот Ну вот Здесь Все Здесь Здесь Уже Обрыв Произошел Потому Что Я Слишком Большой Угол Взял То есть Клесо Просел Это уже Нужно Учитывать Что Он Не Настолько То есть Если И в чем мысль Я кстати Не закончил Опять В дисах Если Такой же Механизм Повторить Сзади То Мне кажется Болтанка Очень большая Получит То есть Вот сейчас Держится Транспорт Еще как Да То есть Видите Вот я Разворачиваюсь То есть А так Его Вообще Закрутило Мне кажется И при Удвижении Вот допустим При залезании К примеру Наверх Куда-то Так Ну понятно Здесь у нас Уже Зацепился Просто При залезании Куда-либо Я думаю Это было бы Проблематично Оп Блин Мне очень нравится Что у меня получилось Прям Очень подвижный Такой Очень подвижное Съединение Который Прям Вообще Шикарно Ну вот Такое Вот Оставлю Я пока Что Я не знаю Как дальше Я буду продолжать Или Ну За кадром Ли делать Либо Дальше Добавлять Ну то есть Посмотрим Как пойдут Серии Но Как Ну и что Из этого Выйдет Вот такое Соединение Получилось Оно очень похоже Конечно На то Что я делал До этого Но Там был Такой Допотопный Вариант Реально Громадный Такой Неудобный А здесь Прям Очень Шикарный Подобным Образом Можно вагоны Соединять Вполне То есть Как Просто На раз Два Три Правильно Очень Соединение Получится Плюс При всем При этом Оно И Его Можно сделать Еще и Поворотным Попробовать Но это Уже Надо Доработать С вагоном Отдельно Это Посмотрим Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Оставляйте Свои Комментарии Если вам Понравилось Сохранение Я Оставлю Если я Забуду То Обязательно Напишите Мне Пожалуйста В комментариях Потому что Последний раз Я когда Обещал Это Я забыл Вы мне Написали Я сразу Исправил Ошибку То есть Нужное Сохранение Выставил Так что Дерзайте С вами Был Невгорн Всем Всего Хорошего Пока